Все, люблю. Да, люблю пятницу за то, что у нас сегодня зарядка. И это у нас итог недели. Значит, что хорошего мы делали и сделали уже на этой неделе? Ну, во-первых, у нас дел было очень много на этой неделе. Дальше результаты. Дальше новые, знаете, охватить новые горизонты, новые цели, новые планы, куда целиться. Конечно, это все точно было на этой неделе. Подведем небольшой итог. Что на этой неделе мы делали? Ну, значит, это еще начиная с прошлой недели и на этой неделе более активно. Все научились, все уже разобрались, как оплачивать еще себе взносы с валютой своей ЦФ, евро и ЦФ, рубли, если они у вас есть. И думаю, что уже точно каждый-каждый в этом разобрался. Мы провели и несколько зарядок об этом говорили. Мы говорили отдельно и с топами, у кого были вопросы. Мог их тоже задать от себя. И уже эту тему разобрали. Так что, вижу, успешно пошло. Я знаю очень многих людей уже, которые использовали все-все свои ЦФ уже. То есть, например, там участник в рублях, он делал там сразу миллионы рублей себе в растущий поток и использовал все свои ЦФ рубли тоже, которые у него были. А там участники, ну, то есть, и другие-другие варианты. Знаю людей, которые уже все свои ЦФ задействовали и пустили в работу, и там им уже капают денежка. И в любом из видов потоков или в каждом потоке капает им начисление ежедневное. Соответственно, вывод. Скоро у нас будет 21 число. Соответственно, выводишь себе на кошелек. Ну и все далее мы знаем. Так что, эта неделя дала всем возможность разобраться, использовать, увеличить свои потоки. И я поздравляю каждого, кто это сделал. Кто еще не до конца вник, ребята, вы отстаете, вы опаздываете, бегом вникайте, бегом включайтесь, потому что это деньги. А помним, что деньги – это время. И все. То есть, упускаешь время, пропускаешь время, пропускаешь мимо деньги. Хочешь ты этого? Ну, если тебе так устраивает, ну, пожалуйста. Ну, я думаю, что не сильно так кого-то устраивает, чтобы пропускать время и деньги. Вот. Значит, это у нас было. Дальше. Новые лидеры. У нас на этой неделе, конечно же, как и всегда. С топами мы общались на этой неделе тоже хорошо. Ну, поэтому, ребят, позвоните вашим топам, кто с ними особенно вот там близко на связи. Позвоните, зарядитесь от них. Кто еще с ними не знаком, кто вдруг не знаком со своим топом, найдите его контакты, познакомьтесь, пообщайтесь. Спросите в рекомендации, как вам сейчас возможно развиваться, определенную стратегию разработать вы вместе можете. То есть, не забывайте об этом, что ваш лидер, ваш топ – это ваш самый ближайший, самый заинтересованный человек в том, чтобы у вас было все круто. Ну, и плюс ко всему, он самый компетентный в этих вопросах. То есть, никто вам не подскажет, что и как правильно делать, кроме как ваш лидер и ваш топ. Ну, я имею в виду и вообще лидеры и топа нашего проекта. Вот. Так что дружите с ними поближе, и все будет получаться. И также по общению этой недели я обратила внимание, как-то так узнала, но обратила внимание на то, что люди наши, участники, вы неактивно пользуетесь депозитами, которые есть в Money Storage и в Сберкассе. Возможно, это по незнанию, что они есть. Возможно, не попробовали еще раньше и, соответственно, не вкусили всего вкуса, и поэтому не пользуйтесь. Поэтому я вам сейчас рассказываю. Значит, у нас в Money Storage и в Сберкассе, это только, исключительно это Money Storage и Сберкасса, есть депозиты, как в банке. В кошельке, в любой валюте, в которую вы разбираете, там есть депозиты. Нажимайте, выбирайте депозиты. Причем, ну вообще давайте вот в целом, да, то есть наши проекты, там поток кэш, кэшфлоу, это проекты с преумножением, то есть мы все о них уже знаем, да, мы там разбираемся каждый раз в чем-то новом, потому что там тоже возможности и море. Это само собой. Ну и также мы активные пользователи системы Money Storage и Сберкасса. Это система для хранения, для сбережения денег, и там еще есть и депозиты, как в банке. Значит, помимо того, что у тебя, ну давайте вот так, то есть у тебя есть кошелек, все, там есть кошельки, там есть валюты, и у тебя в этом кошельке просто может лежать денежка. Все, ты пополнил кошелек, ты знаешь, как это делать, ты их там можешь, то есть все, ты внутри Money Storage и Сберкасса, ты знаешь, что там можно делать, ты можешь обменивать, ты можешь покупать разные валюты, все. И у тебя на кошельке денежка там может просто лежать. И всегда, когда у тебя лежит там денежка, у тебя капает ежедневно процент на остаток. Капает? Напишите, кому капает Money Storage процент на остаток. Да. Вот. У кого есть такое? Кто обращал на это внимание, кому там денежка капает? Капает ли там? То есть мне капает. Муж мой вот напротив поднимает руку, что ему капает, да? Вам капает? Да. То есть абсолютно всем капает в кошельке Money Storage процент на остаток. Вот. То есть там вот сколько-то, сколько-то вы видите. Есть, капает. Дальше. Эти денежки, которые у вас есть в кошельках, так вы можете их положить еще на депозит, как в банке. То есть положить их на снимаемый депозит вам будет капать еще чуть-чуть больше даже, чем здесь процент на остаток. То есть вам капает процент на остаток, когда у вас просто лежат денежки в кошельке. Дальше вы можете их положить на снимаемый депозит, и вам будет капать там больше уже. Ну, вы знаете, да? То есть там снимаемый депозит, когда ты можешь его там в любой момент снять еще, то есть там капает больше. Да, вот Марина пишет, что да, капает депозит отличный. Конечно, знаю, да. Вот. А также есть еще и неснимаемый депозит, где капает еще больше, чем на снимаемом. То есть вы туда тоже можете положить денежку и там получать, тоже вам там будет очень хорошо капать. То есть и через время. То есть это как депозит в банке. Вот. Так что money storage, сберкасса, у нас тоже очень выгодные и интересные инструменты. Помимо того, мы вообще прекрасно с вами знаем, что когда у тебя для сохранения, для сбережения средств, лучших, ну, лучшего просто нет. То есть все. Money storage и сберкасса, аналогов им нет, они... Это то место, где у тебя деньги точно сохранятся. У тебя их оттуда никто не заберет, никто не сопрет, никто не ограничит доступ, никто не заблокирует. Ну и все-все-все то, что сейчас происходит во всех других финансовых системах. Все. То есть они не занимаются уже сохранением денег, они занимаются бесконечным контролем. И все. А в money storage и сберкассе этого нет. Все. То есть никто ничего там не может сделать или контролировать, ну, или всякое другое. Все. То есть не подвержены влиянию государств и разных государственных органов. Вот. Поэтому по хранению у тебя там деньги могут просто лежать в кошельке, у тебя капает процент на остаток. Ты можешь положить на снимаемый депозит, ты больше с этой суммы получишь выгоду, естественно. И ты можешь положить на неснимаемый депозит, еще больше ты получишь. Так что разбирайтесь тоже в этом направлении, потому что я обратила внимание, что не все об этом знают. И вот раз пришел такой итог недели ко мне, то хочу всем напомнить, что можно и здесь тоже делать деньги. и в поток кэш-кэш-флоу делать деньги, и в мани-сторичи-сберкассе тоже делать деньги. Ну, и, естественно, там их сохранить, чтобы всегда иметь туда доступ и к своим деньгам, чтобы всегда их взять и всегда ими воспользоваться, не рискуя. Важный момент. Там хранение денег или просто на кошельке, или в любом из видов депозитов хранение, не рискуя, что у тебя они где-то пропадут. Вот. Так что разбирайтесь, помогайте другим, кто сам вдруг уже, ребят, разобрался. Даю вам наводку, вот лидер, особенно команд. Поговорите с вашими участниками, они по-любому не знают, особенно новички ваши, которые подключаются постоянно в проект, они по-любому еще не все знают о возможностях мани-сторичи-сберкассы. Расскажите им, возможно, соберитесь, там, там, встретитесь на чашечку кофе, онлайн даже, может быть, вы соберетесь на чашечку кофе, и поделитесь этой информацией друг с другом, чтобы все знали, все пользовались и получали максимальные результаты. Я всегда за то, чтобы, вот если у тебя есть что-то, например, вот если ты живешь в умном доме, вот у тебя или в квартире, или в доме, у тебя система «умный дом», то это же для чего-то. То есть пользоваться по максимуму, или если есть у тебя стиральная машинка, автомат, то вот пользоваться ею по максимуму, все функции брать, то, то у тебя там все, сушка и там и все, глажка, а не продолжать стирать на стиральной доске руками. Когда у тебя есть в руках инструмент, он полезный, он дает тебе выгоду. Пользуйся, и причем пользуйся всем функционалом от «а» до «я», и получай все-все, что можно. Вот, ну что, чем эта неделя еще была хороша? Ну, мне кажется, что вообще всем. У меня почему-то сегодня такое утро настроение, я проснулась с песней на устах «Как прекрасен этот мир», и я хочу пожелать вам того же, чтобы вы замечали все прекрасное в мире. Помним, да, что мы создаем сами себе настроение, мы сами создаем настрой себе и на день. Сделайте сегодня себе настрой на день, как прекрасен этот мир и как прекрасны вы, и как у вас все прекрасно. Сделайте для себя что-то хорошее, приятное. Впереди суббота, воскресенье. Скорее всего, это дни, когда вы проводите больше с семьей. Проводите их вместе активно, как-то придумайте что-то, там, знаете, какие-то приятности, какие-то активности с вашими близкими, родными, с детьми особенно. Вот, возможно, вы куда-то поедете, возможно, вы куда-то пойдете, или, возможно, что-то у вас будет там интересное, какое-то занятие новое, какое-то хобби, увлечение ваше или новое, или то, которое у вас всегда по жизни. Так что желаю хороших суббот и воскресенья. Придумывайте что-то для себя интересное, классное, реализовывайте это обязательно. Ну и с вашими родными тоже проводите классное время. О, а Раиса вот пишет, что я когда-то сделала депозит и благополучно забыла, а когда однажды посмотрела и удивилась, а откуда же деньги? Раиса полностью с вами согласна, да, у меня было так же. То есть такая, там, просыпаюсь, ох, капнули, ну, то есть упали деньги на долларовый кошелек. Думаю, что такое, откуда тут столько денег? О, посмотрю, это депозит. То есть все, ты нажал, сделал, у тебя там капает денежка, а потом раз, даже без твоего какого-то участия, депозит, когда уже закончился, там есть разные периоды, там, три месяца, полгода, еще там больше, разные периоды. Раз, он сразу упал в кошелек тебе, ты увидел, думаешь, класс, да, то есть уже сразу с процентами они тебе упали. Вот, ой, Асан вот здесь спрашивает, что, Ирина, скажите, а могут ли новенькие открыть Мани Сторич кошелек? Асан, смотрите, Мани Сторич кошелек, и Сберкасса, и кошельки, это системы, которыми могут пользоваться абсолютно все-все люди. То есть это электронный кошелек, это система хранения денег. Вот, и зайти на сайт Мани Сторич, или на сайт Сберкасса, нажать кнопку, вот, вход через EID, зарегистрироваться, пройти регистрацию, может абсолютно каждый человек, и иметь доступ к кошелькам. Он эти кошельки себе может пополнять любым способом пополнения, который он первым для себя возьмет, или через Perfect Money, или через криптовалюты, или там, ну, то есть там через гривну, например, если у него есть гривневая карта, то есть он может так пополнять, там через Тезер, например, то есть он пополняет себе его, и у него там хранится денежка, у него денежка там на кошельке. То есть на кошельке у него лежит, ему капает процент на остаток. Все, он там хранит деньги. Это система хранения. Он там благополучно хранит деньги. Все, через там, когда захочет он сделать депозит, он сможет делать депозит, получает начисление. Еще сможет сделать депозит, получает начисление. Когда он захочет стать еще участником поток кэш или кэшфлоу, например, то он сможет воспользоваться этими деньгами, которые у него лежат в кошельке money storage или сберкассы, для оплаты взносов поток кэш или кэшфлоу. То есть он сможет ими воспользоваться для оплаты, естественно. Потому что, ну, у нас на сайте приумножения можно оплатить или со сберкассы money storage, естественно, или напрямую сразу с perfect money, или напрямую сразу с крипта. Но если у него есть деньги здесь, и он захочет ими именно оплатить взнос, он сможет создать себе поток, пополнять потом без проблем. И причем просто хранить деньги на кошельке money storage и сберкассы может каждый человек, даже если он пока еще не участник проекта поток кэш или кэшфлоу. Это все, то есть это разные линии, и здесь он хранит деньги, а там он еще пошел их приумножать и создать кошелек в сберкассе money storage, он тоже может с разными валютами хранить, пополнять себе. Когда он поймет, что ему выгодно еще и тут приумножать в проекте, в растущем стартовом потоке, например, он сможет и там еще это делать. Поэтому вы линию кэшфлоу, точнее, извините, вы линию money storage и сберкассы, вы можете ее отдельно развивать. Помните, что там есть еще партнерская программа, что когда вы кого-то регистрируете, то есть нужно отправить кому-то денежку, хоть цент, хоть копейку. Когда вы кому-то отправляете, то он становится у вас в партнерской программе, вот это ваша команда в money storage и в сберкассе. И вам еще там капает денежка. Вам капает частичка от процентов, от комиссии человека. То есть человек пользуется там деньгами, вот все, он зарегистрировался, он там начинает переводить, например, там в сделках участвовать, там выводить что-то там одно в другое. И он за что-то платит комиссию. Это всегда стандарт, то есть плата комиссии за пользу. И вот вам тогда будет идти часть этой комиссии. То есть, например, человек сделал какую-то операцию там и заплатил комиссию 100 рублей, например, и вам 25 рублей уже капнет. Четверть комиссии, его, сколько он заплатил, капнет вам на ваш кошелек рублей. И вам будет видно, как там, ребят, пишется, бонус или реферальный бонус, или... Ой, как же ж у нас... Кто сейчас может быстро глянуть? Я сейчас тоже попробую зайти глянуть. Ой, сейчас мне надо открывать. Так, ну ладно, сейчас, сейчас. Вот. Реферальные, да, так и называется. Реферальные. У вас будут пометочки, что монетки к вам капают. Будет стоять дата, время, и справа будет сумма, сколько вам капнуло реферальных. Вот. Так что здесь, вот вы, как уже действующие участники, вы в самой сберкассе и в самом Манисторич можете очень круто раскрутиться и там тоже строить себе команду. И не обязательно, что все они будут участниками у вас сразу же уже на проекте. Здесь вы можете строить отдельно свою команду. Людей, которые хотят сохранить свои сбережения, это сейчас вопрос номер один для каждого человека. Как и где сохранить свои деньги? Они их заработали, но они не знают, где их сохранить, и желательно, чтобы их не так быстро сожрала инфляция. Ну и вообще, чтобы их не сожрала инфляция. Поэтому они это делают. В Манисторич в сберкассе сохраняют, при этом им капает процент на остаток еще, еще не могут сделать там любой из депозитов себе, и у них там останется всегда денежка. Они всегда ее смогут оттуда взять. Так что вы разбирайтесь в этой теме тоже. Чтобы у вас там был партнер в Манисторич или сберкассе, вы любому новичку, вот кто новичок, вы ему отправляете, то есть берете его имейл, ну вот он создает кошелек, вы берете его имейл и делаете ему любой перевод. Да. Давайте мы на следующей неделе, вы сейчас на выходных протестируете, попробуете, и если будет такой запрос, мы на следующей неделе разберем подробнее, как вы можете продвигать и рекламировать Манисторич и сберкассу. Хотите? Давайте договоримся. Вы напишите свои вопросы топом. Топы передадут эти вопросы мне и мы по ним пройдемся на зарядке, может быть, даже в понедельник сразу посмотрим. То есть на какой-то зарядок мы пройдемся по этой теме. Как рекламировать сберкассу и Манисторич, как там вам выстроить свою команду и как там, помимо того, что ваши деньги хранятся и вы там получаете еще процентики и у вас деньги там сохраняются, как там еще делать деньги на бонусах, чтобы ваша команда вам там приносила еще хорошие бонусы. Окей. Ну все, сделаем тогда. И разберем все варианты, как рекламировать, как это все технически проворачивать, чтобы все было. Все, жду ваших вопросов. Вопросы отправляйте топом. Топы мне вопросы передадут. Сами свои вопросы тоже добавят еще, потому что они знают, что, да, как, где важно, на что обратить внимание. И с вами все сделаем. Вот. Да. Ну что, ребят, рады, что мы сегодня так круто зарядились с самого утра. Действительно, мне еще раз подтвердилось, как прекрасен этот мир. Рада, что вижу, что многим было полезно, потому что вот ты пишешь, кто-то, а я не знала, как делать. Ну, конечно, все узнаешь сейчас и будешь делать все, все узнаешь. Спасибо за сегодняшнее утро вместе. Желаю всем хорошего дня. Сегодня суббота, воскресенье. Приглашаю в понедельник на эту же зарядку. В это же время подключайтесь по этой же ссылке. Жду вас, обнимаю, целую. Спасибо. Хорошего всем дня. Зарядились по полной, погнали. Классный день. Круто сегодня проведите время и сделайте крутые результаты в проекте еще. Это вообще каждый день надо делать. Все, Темки, пока.